А, вот и он. Денис, приветствую. Добрый день. Денис Матейко, представитель компании Funeral Repatriation. И хочу, Денис, позадавать тебе такие вопросы, раскрыть тему, как перевести умершего человека, например, из Европы, ну, возьмем из Польши в Украину. Такой достаточно частый вопрос, который задают нам подписчики, люди. Не все ясно, хотелось бы, чтобы ты, как специалист, объяснил, как поступать, как это происходит, и мы попытаемся с тобой сейчас раскрыть эти все моменты. Как я себе представляю это? Как бы мы делали здесь? Я, например, обычный человек, если бы у меня случилась такая проблема, и мне нужно было бы ее выполнить. Я представлю так, взять микроавтобус, наверное, взять какую-то ритуальную атрибутику в виде гроба, возможно, микроавтобус я бы взял у соседа, попросил бы помощи. Поехали бы в Польшу, в Морг, приехали бы с гробом, забрали бы умершего человека и везли в Украине. Получится у нас так сделать или не получится? К сожалению или, наверное, к счастью, нет. В Европе это все выглядит совсем по-другому. И, наверное, нам в скором будущем придется делать так же и к этому привыкнуть и поменять немножко работу в Украине. Для того, чтобы провести человека из территории Евросоюза на территорию Украины, обязательно нужно иметь спецтранспорт. И также не все документы, которые нужно делать для дальнейшей перевозки, разрешение и тому подобное может сделать семья как вот физлицо. То есть обязательно нужно сотрудничество с фирмой. Для этого и существует ритуальная компания. Хорошо. Спецтранспорт. Мы приедем на микроавтобусе, вроде бы как спецтранспорт. Там есть место, куда поставить гробку, где сядут люди, родственники, например. Да, мы часто получаем такие вопросы, телефонные звонки, где люди пытаются. Но сразу хотелось бы предупредить, что так не получится забрать. В Европе есть определенные органы, которые контролируют этот момент. То есть вы не можете приехать просто из морга и забрать человека и увезти. Для этого нужны определенные документы. Не сделав этих определенных документов, у вас будут проблемы на границе. Вы не пересечете границу, не имея разрешения. Разрешение на что? Разрешение на транспорт. Вам не даст разрешение консульство, вам не дадут разрешение санитарно-эпидемиологическая станция или другие учреждения, которые это контролируют в других странах, которые... Не даст разрешение перевозить мне в моем красивом новом современном микроавтобусе, где можно поставить гробку? Нет. Потому что этот транспорт, во-первых, должен быть зарегистрирован как катафалк. Это первое. Зарегистрировать как катафалк нужно только после проверки также санитарно-эпидемиологической станции. И там тоже есть дальнейшие разные процедуры. Также он должен быть приспособлен для перевозки покойников. То есть это не просто бусик, в который залезли, как делают это пока что. У нас две бабушки, несколько членов семьи, между ними гроб и поехали. То есть так это все выглядит не у нас, не в Европе. А как выглядит в Польше? Как это выглядит в Польше? Вот я смотрю, что сзади мы находимся, сзади баса и автобус. Да, сзади автомобиль. Могу показать, как это выглядит, как это должно выглядеть. Пожалуйста. Напоминаю, что Денис находится сейчас в Кракове и Фила находится в Кракове. Вот так выглядит спецтранспорт, которым перевозится умершая. Почему там несколько отделений? Несколько отделений мы сделали для того, чтобы у нас была возможность привезти несколько умерших за одну поездку. Таким способом мы можем дать цену гораздо дешевле и сэкономить денежные средства семьи. Я извиняюсь, а умерший шток его кладут вот просто на вот эту полку? Нет, умерший должен находиться в гробу. Это также специальный гроб. Тут также есть поддержка температуры. Вот тут вот мы видим. Все в цинке. Это также одно из требований санитарно-экономических станций. Сейчас перейдем к гробу. Да, гроб. Специальный гроб. Ситуация с гробом выглядит таким образом. То есть это должен быть обязательно деревянный гроб. Не может быть склейка, там ДВП. То есть это должно быть дерево, сосна, дуб. То есть вот что-то такое. Также обязательно гроб должен быть с цинковым вкладом. Внутри гроба должен быть цинковый вклад? Внутри гроба должен быть цинковый вклад. Этот цинковый вклад он либо запаивается, либо силиканируется. Также есть страны, в которых эти цинковые вклады тоже необычные. Допустим, если взять, например, Италию. Там есть еще вакуумный фильтр. Создается вакуум и только после этого пломбируется гроб и можно вывозить. Есть некоторые страны, в которых есть также свои специфические требования, которые также мы вынуждены знать и вынуждены этим требованиям следовать. То есть вы можете привести по факту из любой страны Европы, правильно? Да, мы работаем не только по Европе, мы работаем и с другими странами. Также Англия, Америка, Канада, то есть Колумбия. Недавно также привозили человека из Колумбии и хоронили здесь, в Польше. Документы. Какие должны быть документы сумершим чеком для перевозки? Документы. Наша компания делает полностью все документы. То есть первоочередно вы получаете заключение о смерти, вам этот документ выдают либо в больнице, либо в судмедэкспертизе. После этого обязательно нужно зарегистрировать смерть. Смерть регистрируется только в том городе или населенном пункте, где умер человек. То есть нельзя, допустим, забрать с пункта А и в пункте Б зарегистрировать смерть в ЗАГСе, потому что там меньше очередь. Так делать нельзя. Обязательно в том городе, где умрет человек. Дальше мы делаем разрешение на транспорт. Есть страны, которые требуют апостеляции документов. Мы также этим занимаемся. Санитарные документы, консульские документы – это все наша работа. То есть если вы обратитесь в нашу компанию, вы не будете заниматься документальной работой и другой любой физической работой. Это все сделаем мы за вас. Сделаем это быстро и поможем вам делать это качественно. Понятно. Я слышал такую историю, что попросили как-то вместе с умершим человеком доставить его личные вещи. И в этих вещах оказались какие-то запрещенные препараты, либо вещества, либо следы этих препаратов. Как вы вещи перевозите, либо не перевозите? Мы очень часто получаем просьбы семей, друзей, дабы мы вместе с покойником перевезли сумочки, чемоданы, пакетики и разные такие вещи. Мы, как компания, не можем рыться в этих вещах. Такого мы себе позволить не можем. Поэтому с этической точки зрения копаться в этих вещах мы также нашим сотрудникам не разрешаем. Верить людям на слово также, к сожалению, мы не можем. Потому что, допустим, брат умершего человека может не знать, что в его вещах находилось что-либо, что нельзя перевозить через границу. Нас очень серьезно проверяют, и мы иногда проходим даже через сканер собаки, которые на границе работники погранслужбы. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены людям отказывать в перевозке больших габаритных сумок, рюкзаков и прочее. То есть, если это какой-то там кошелек или барсетка, где родственники пришли и нам показали, что вот тут только это, тут документы. Ну, мобильный телефон, ноутбук, ну, лэк-топ. Да, с этим проблем нет. Но не габаритные вещи. Так как мы не можем нести ответственность за то, что там находится. Такой вот момент. А возможно ли вот в этом транспорте, чтобы какой-то родственник ехал, сопровождал из Европы в Украину? Мы также не берем родственников, потому что у нас всегда едет два водителя. Угу. И, как вы видели, транспортное средство предназначено только для перевозки умерших. Поэтому родственники всегда едут отдельным транспортом. Вот, они могут ехать за машиной, они могут ехать раньше. Мы всегда советуем, да, родственники выезжали раньше, чтобы они могли с местными компаниями, такими, например, как ваша, подготовиться к похорону, обсудить все детали церемонии и дождаться покойника. То есть, таким образом выглядит наша работа. А можно вообще не ехать в Польшу для того, чтобы там забирать у мешочек? Вы все это можете организовать удаленно, правильно? Да, можно вообще не ехать, и не только в Польшу, в любую другую страну. Мы можем это сделать без присутствия родственников. Также был недавно случай, где у парня, который проживает в Канаде, мама умерла в Польше, и привезти ее нужно было на территорию Украины, что мы и сделали. Ну, нужны какие-то доверенности? Нужно вам передать какую-то доверенность? Да, мы подписываем с людьми, с родственниками доверенность. И уже на основании этой доверенности мы можем делать полностью всю процедуру, все документы, перевозить умершего человека и представлять интересы семьи. Здесь даже в деле проходит прокуратура, полиция. Мы также с этими органами разговариваем от лица семьи. Есть какие-то ограничения, может быть, либо болезни, с которыми нельзя перевозить, либо, может быть, весовые какие-то параметры? Ну, весовые параметры, конечно же, немножко ограничивают, но максимальное тело, с которым мы работали, это был парень, который весил 308 килограмм. Да, это очень специфический транспорт. Пришлось заказывать специальный гроб, мы его ждали, это требовалось. Есть возможность это все организовать? Да, мы работаем с таким, беремся за сложные задачи и их стараемся выполнять. По поводу болезней, есть список болезней этих болезней. Если мне память не изменяет, около 8 или 10, но на сегодняшний день люди практически этими болезнями не болеют. Очень была скользкая ситуация с ковидом. Когда была пандемия, много людей думали, что если человек умер от ковида, его вывести нельзя. И были разногласия с работниками больниц, когда они вписывали ковид в список болезней этих, которые нельзя вывозить. Но на самом-то деле в списке этих болезней ковида нет. И мы спорили, ругались с ними, добивались своего и вывозили. То есть это не запрещено, можно. А были такие вот случаи, что все-таки люди приезжали со своим автомобилем, со своим гробом и у них получалось взять насильственным способом, забрать, поругаться и забрать? Были такие случаи, но у них не получалось. Были такие случаи, где люди нам звонили, просили, чтобы мы помогли, им давали стоимость услуги. Они приезжали, старались забрать самостоятельно. Выходил сотрудник пограничной службы, звал сотрудника санитарно-эпидемиологической станции. Это было в аэропорту. Они приходили и отказывались отдавать. Поскандалить не получится и забрать. Правильно я понимаю? Да, взятку тоже не берут. К сожалению, наши люди привыкли к тому, что может все-таки попробовать. Поэтому мы сразу отговариваем. А были случаи, что предлагали взятку? Были случаи, были случаи. Да, и в итоге звонили опять в нашу компанию и просили, дабы мы срочно приехали и забрали, потому что им, к сожалению, отказали. И мы говорили, что мы вас об этом предупреждали. Еще такой у меня вопрос есть. Вот все-таки дорога-то она дальняя как бы, да? Я смотрю, что машина, она вроде бы и подготовлена, и кондиционер там есть, вернее охладитель какой-то. А тело как-то подготавливается все-таки к транспортировке на такое состояние? Да, наша компания может сделать полностью всю работу с телом. То есть мы всегда людям предлагаем несколько вариантов. То есть мы можем сделать все под ключ. От А до Я. То есть мы можем забрать человека из морга, сделать полностью весь пакет документов. можем подготовить тело, сделать бальзамацию, одеть, помыть, побрить и сделать все документы и отправить человека на территорию Украины. Также бывают люди, которые хотят сэкономить денежные средства и говорят, вот у нас здесь есть свой гроб, вот у нас здесь есть там мы сами помоем, сами оденем, бальзамация нам не нужна. Сами помоем и сами оденем где? В Украине уже? Да, в Украине. Поэтому мы также можем привезти человека в транспортирующем гробу, у нас такие есть, мы привозим, перекладываем умершего в местном морге уже в тот гроб, который подготовила семья и дальше семья занимается самостоятельно. Это какой-то, я извиняюсь, это какой-то многоразовый гроб? Нет, у нас есть большое количество цинковых вкладов, то есть они всегда меняются, поэтому... Просто меняется вклад? Да, меняется вклад, и покойника везут в санитарном пакете. То есть так, как получаем из морга, так его и везем, если семья этого хочет. Ну, такие случаи бывают, потому что надо подготовить, иногда открыть, подготовить после транспортировки, все равно проверить и подготовиться. Мы всегда, если, допустим, семьи нету на месте, то есть если семья где-то далеко, мы же абсолютно прекрасно понимаем, что наша компания работает с людьми дистанционно, то есть мы можем не видеть эту семью. И точно так же они могут быть не уверены, что это все-таки их родственник умер. Мы также можем сделать фотоотчет, показываем без проблем. Еще такой вопрос возникли, а каким образом оплата происходит все-таки? Оплата происходит по приезду в Украину, то есть мы берем определенный процент задатка, люди оплачивают задаток, и уже когда ребята наши приезжают на территорию Украины, привозят домой, отдают документы, отдают покойника, помогут занести домой, тогда уже рассчитываются с водителем семья. А как передается задаток? Задаток передается либо на наш счет, либо физически ребятам, которые приезжают забирать покойника с ними. Ну, спасибо, спасибо. В принципе понятно. Понятно, что не получится взять с собой все, взять соседа с микроавтобусом, взять какую-то ритуальную атрибутику и поехать забрать. Все-таки нужны разрешительные документы, как мы выяснили, и на автомобиль, и не на каждом автомобиле это можно сделать. То есть, как иногда у нас были такие случаи, что люди могли приехать на какой-нибудь, не то что микроавтобусе, а легковом универсале, на крышу поставить гроб, привязать и увезти. Такого не получится. Да, к сожалению, я понимаю, что такие случаи есть. Есть компании, которые так работают. Очень много приехало также таких представителей ритуальных услуг из Украины в Европу и стараются изменить этот сервис в обратном направлении, но это не получается. А в каком обратном направлении, если есть минуточка? Также есть люди, которые занимались ритуальным бизнесом в Украине, работали вот таким образом, вот как вы, Александр, говорите, и пробуют это все здесь, вот так вот же, договориться в морге, провести каким-то другим транспортом попутно, кого-то просят, дабы там догрузили вот этого клиента, довезли там, там отдали другим, там довезли. Ну, то есть это не сервис, это не то, что должно делаться в таких случаях. Ну да, потом можно очень долго переживать и не найти, и искать, и где, и на каком этапе, очень все непонятно, это все происходит. Да. Каждый родственник заслуживает уважения к себе, заслуживает должного отношения, он является нашим клиентом, и мы должны обеспечить ему спокойных несколько дней, пока не привезут умершего. Они не должны переживать, они должны понимать, что все окей, все под контролем, мы все сделали, и они должны доверять компании. Поэтому мы стараемся каждый день над этим трудиться и работать. Спасибо большое, Денис, мой собеседник, представитель компании Funeral Repatriation, город Краков, Польша. Спасибо большое за подробный и ясный ответ. Спасибо вам. До скорых встреч. До скорых встреч. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует...